итак все привет с вами добга и мы продолжаем играть за германию в сталинграде смогли мы разбить русскую армию которая стояла на рубежах обороняла переправы переправы взяли и идем на прямую городу если вы вдруг не подписаны обязательно подписывайтесь а мы же скоро бы переходить к городским боям поехали по фокусам я думаю берем себе доверяю воли это даст нам политку и вот потом еще тут тут бафы нам это более чем пойдет тем более что она была бы неплохо повысить уровень угрозы чтобы поднять себе экономику ну и пока я не вижу вообще никакого сопротивления даже потенциального здесь что немножко странно вроде как им должны были армию прислать вот скоро мы узнаем куда эту армию они отправили а вот я встречаю первую дивизию но пока что это все еще мне очень интересно как здесь будет реализовано это вот контратака советская они же как-то должны будут нас потом обойти так называемых тусов а значит что когда мы перейдем к сталинграду какую-то часть нашей армии придет оставить на резервы но вот как раз таки 15 августа скоро и мы можем призвать себе больше войск я думаю именно в этот момент мы и эти эти резервы отправим сюда куда-нибудь лучше из них отправив конечно сразу на фронт и мы можем разворачиваться резервы если мы зайдем до этого фокуса а это где это вот здесь вот на самом деле было бы тоже неплохо до сюда дойти потому что это позволит нам командные ресурсы тратить на дивизии здесь неплохие дивизии танковые батальоны и пехотные полки что и подозревают вот это а вот это самое лучшее наше на дивизии то есть да было бы неплохо ну и вот оно войска начинают достигать советский фронт а но я бы сказал они достигают только ловушек которые мы не устанавливаю но которые сами по себе получились еще я могу сказать что нам бы матризовать пункты снабжения которые кстати где правильно узнает где они вообще вот там вот один есть и и все давайте проследим же ты куда идет об нашел вот я вас и нашел но до него щит надо идти а здесь пункт снабжения так здесь хотя говорят что это нет ни переправа я нет это переправа и здесь пункт снабжения тоже хороший вопрос нам нужны они кстати я один нашел вот все будет но пока что вы все еще нету так что то пушим наверное вот тому самому который мы видели вот здесь и кстати говоря эти войска уже более чем боеспособны у них боеспособность на уровне и более что я повайпал все остальные войска так чтобы выполнять им нечего нужно начинать аккуратнее я думаю советской армии стоит немножко под замедлиться по крайней мере чтобы не потерять какие-то войска в нелепых окружениях о чем это не мешает нам окружать однозначно уязвимые части красной армии и вот он остатки 6 армии давайте сделаем сейчас узнаем что нам дадут и поднимаем уровень собственно говоря угрозы потому что нам нужно мобилизовываться дальше у нас от этого еще и по моему фокусы какие-то зависит получили мы политку потратите пока что никуда нам бы наверно было бы неплохо советников взять но пока как есть и через некоторое время скончится баф это похоже мы возьмем можно уволить галдера гальдером точнее и получить за это политку я не хочу это делать он типа ну лучший из наших фельдов здесь пускай остается потом можно пойти вот сюда и наверное вот сюда просто атака и поддержка войны и партии нам более чем нужно здесь мы еще и не сможем тем более ничего сделать и в германии научились делать поезда невероятное открытие начнем производство хоть какое-то но я думаю в принципе одного хватит потом еще более дешевую версию следуем чтобы допроизводить хотя я бы предпочел наверное пром все-таки впервые следовать ну и кое-как наступление наши начали они останавливать хотя конечно все равно мы пробиваемся на таком большом фронте делаем окружение хотя конечно некоторая опасность у нас все равно есть нужно теперь аккуратнее продвигаться особенно учитывая то что у нас здесь все еще нет снабжения нам действительно нужны здесь какие-то пункты снабжения захватывать а еще мы вот захватили переправу и тоже можем теперь еще с этой стороны продвигаться поджимая сталинград с юга пока что южное наступление лучше всего потому что на севере наши войска очень разобщены и получили мы подкрепление я думаю пойдут как раз таки на сервис кстати неплохое количество нормальных дивизий и так наступление сильно под замедлилось но в среднем все же проходим но проблема со снабжением сказывается все сильнее и сильнее можете видеть реально большие проблемы у нас это у нас еще минус 50 процентов расхода припасов нам побыстрее надо было бы вот это сделать минус еще вот сюда забрать и самое главное конечно поезда и сами пункты снабжения здесь какие-то которых пока что у нас даже и близко тут нет вот этот мы захватили но жд к нему еще нет и вижу ситуация намного лучше тут конечно тоже проблем со снабжением но мы успешно пробиваемся самое главное забираем здесь пункт снабжение через морскую базу и да видите нам начинает не хватать верфей а именно конвоев с этих верфей очень сильно как я и говорил не зря мы строим верфь здесь мы сделали плюс эффективность даже не знаю можно здесь зарашить сразу еще но наверное давайте зарашим лучше пехотной тихи ну и не смогли остановить пока что советские войска наш близкрик успешный здесь мы деблокируем то что у нас немножко слишком далеко проехала параллельно успешно вроде как окружаем дополнительные силы и продолжаем наше наступление все говоря забрать бы этот пор сначала было бы неплохо потихоньку потихоньку налаживается у нас дальнейшее наступление здесь тоже войска не спеша деблокируются хотя некоторые проблемы с этим есть но я бы не сказал что есть в чем волноваться наши войска как я и говорил будут в сталинграде вовремя из него уже потом не отступят ям как в истории верно и мы сделали очистить западный берег ничего это нам не дает но зато мы теперь сделаем регион национального самое главное мы сможем вот эти вот учите дополнительные единицы решения и потом начать разворачивать себе резервы это будет очень кстати но сейчас мы можем сделать стратегический интерес что кстати говоря нам тоже должно по моему что-то разблокировать да вот плюс атаку мы это попозже тоже возьмем и спасительная верфь ура товарищи теперь мы будем делать конвои причем стоят они очень дешево а значит что мы сможем сделать очень быстро как этот молодой человек оказался здесь я понятия не имею но он оттуда не вернется возможно это и был тот самый парень который в сталинграде оказался ну что я могу сказать мы реально задерживаемся но все еще все еще как будто нормально не помню когда там еще подкрепление у советов но они будут и будет немало а у нас топлива не так много и начинают заканчиваться резервы логистика у нас она уже закончилась скажем так нам срочно нужно увеличивать производство но благо военные заводы потихоньку встают в строй и нас все говоря кончились на количестве танков копий надо брать следующее надо брать следующее и дальше продолжать пушить впрочем мы сейчас именно этим и занимаемся и вроде как пока что достаточно успешно но нужно еще успех не нужно еще быстрее афир ждет от нас сталинграда как говорится к жительству и мы успели взять за себе агентство теперь пойдем армейскую разведку чтобы побольше видеть по их войскам и смогу видеть что здесь всегда и плюс возможно получить пав скорее всего мы в один момент сможем его получить потери продолжают расти блин ну честно говоря не не огромны все еще 40300 и моральный дух смотрите падает 15 атаки у нас отнимают это грустно кстати говоря на самом деле это очень грустно нужно нужно снова сюда пойти не верю что это даст нам плюс мораль но вообще планируешь то было бы неплохо и певодки взять отсюда я думаю первую очередь давайте кабав возьмемся снова и к нам прибывает 4 танковая армия и они здесь что программе сталинград сиба да помните как я говорил сейчас будет затролочка небольшая нас небольшая их но по факту их потому что то их именно войска сейчас находится на наших территориях и конечно же надо сейчас будет поделить это все все горе есть мастера зимней войны и наверное именно им я бы доверял большую часть вот этой вот армии я скажу что это нам важно неплохо помочь вот здесь вот конечно сейчас будут проблемы чтобы с тем чтобы все это организовать успешно все-таки такие спавны очень нелепые как я уже говорил демилитаризованный зону сделать было бы неплохо чтобы здесь не попало войск и здесь никто бы ничего не захватывал но нормально и так я думаю потихоньку сейчас справимся факт это просто большие подкрепления для нас хоть и слабенькие здесь в основном слабая пехота совсем чуть-чуть здесь видите нормальная пехота артиллерийских немножко батальонов и здесь есть немножко механизированных матризованных частей и совсем немножко танков ну все еще полезно пока что мы деремся все равно видите очень очень на растяженном фронте и дивизии да не хватает чтобы его покрыть нормально и вот она запревает танковой армии увеличивается уровень угроза отлично вот таким образом может скажем скоро сможем отмобилизоваться еще побольше это все топливо это все военные заводы это все нам очень-очень нужно и да посмотрите на это практически полностью здесь все подобивали мы все еще конечно ведутся бои где-то вот здесь надо будет еще прям солидно повоевать я чувствую но в среднем в среднем очень успешно юг у нас центров тоже уже подходит к сталинграду но север север все еще не сдается север помнит как говорится но ничего юг ведь он пустует еще он во многих местах и я чувствую что здесь можно снова попробовать прорываться потому что нам нужно разбивать их армии иначе мы не победим наши ресурсы здесь всегда будут меньше и мы сейчас получим все пехоточки и военный завод военные своды нам нужны прям очень нам всего не хватает отца двигается вот сюда на новые регионы и и двигаем вслед за нашей армии хотя конечно она немножко иногда вам сказать опаздывает давайте вот здесь вот все таки сделаем приказы чтобы они точно подобивали все точно не осталось никого здесь лишнего иначе будет потом неудобно всем этим как-то бороться однозначно и решаю нашу самую поиспособную армию тут эту вот цена конечно все еще тоже имеет свои проблемы большие но тем не менее она есть ее можно использовать отправить я думаю вот туда и все еще есть видите где форсировать речку но нам нужно я думаю начать выбивать вот этот берег с юга на север примерно каждом идеале было бы наоборот но как есть у нас и можем начать разворачивать я думаю резервы давайте и это сразу у нас да сразу на какие-то юнитов даст прекрасно я думаю рыбе должна поехать и начать там наступление здесь при этом пускай не добьют конечно же то что осталось что я могу сказать постепенно постепенно сталинград берется но до построение самыми первыми так сказать боями намного становится сложнее и нам нужно очень сильно увеличить наше производство что нападать всегда намного дороже чем защищаться особенно когда советском союзу спавнит столько всего а спавнит реально немало я вам скажу но есть очень хорошие новости мы прижали здесь немало войск я вам скажу и кроме того мы сейчас сталинград почему можем окружить с другой стороны будет очень неплохое развитие для нас событий параллельно еще все эти войска тоже будут я полагаю окружены это несомненно очень приятно скоро под полмиллиона будут потери но советского союза как будто даже ничего не произошло даже призыва не поняли все еще местное значение полмиллиона потеряли подумаешь а еще мимо к сожалению нельзя принтер транспортер улучшить на минус стоимость было бы очень хорошо на самом деле это нам бы и могло спасти ситуацию с ними но пока что как есть и слушайте производительность у нас неплохая есть очень сильно повышенные цифры именно производительности как я вижу и плюс мы уже подкачались потихоньку и там и действительно сможем я думаю камбэкнуть по всему потихоньку и давайте все таки возьмем себе 2 с половиной так вот эти вот и поддержку войны тоже выкачивать нам будет неплохо и можно разворачивать себе танки и пехоту и вот вопрос что мы хотим танки либо пехоту вообще объясненно говоря вы всегда хотите сказать танки но я думаю пехота все-таки выглядит посильнее давайте знаете что мы сделаем делаем танки новые попробуем прозрачить танки в теории они должны разворачиваться с нашими последними самыми современными танками и делаем нормальный танк у него получилась смешная надежность все еще я не сильно слишком инвестирует она так и вот эти вот легкие танки тоже мы их внезапно используем переделывать мы их не можем надо понимать а значит надо будет действовать как получается я думаю ну давайте разберем сначала это это и потом уже будет тащить то что нам больше нравится и да вот мы добивались последнее крушение после чего эти две армии я думаю перебросить куда-то вот сюда потому что очевидно становится что вот эта армия не справляется но слишком уж тут широкий фронт для одной только этой армии нужно как-то чуть-чуть уплотните а значит мы перегруппировали все войска перед финальным наступлением единстве кто остается также все наступление то вот это вот механизированная материзированная армия эти же ребята все бегут все на новую позицию и думаю только на юге здесь вот могу позволить себе агрессивное выполнение потому что здесь войска советского союза просто закончились прекрасным образом для нас и мы можем усилить шестую армию да давайте так и сделаем получим себе дополнительные войска и давайте пойдем уже по авиации здесь мы основную часть вещей сделали можно конечно вот это взять будет поэтому чуть-чуть потерпи давайте две фабрики и атаку штурмовикам остальные бафы в ну здесь вот еще расход припасов и транспортный самолета верно тоже полезно как вообще заказать транспортный самолета вот сюда было тоже наверно неплохо мы не думаю еще будем стаближаться не раз и до успешной перестановка на юге дает прекрасный результат и мы несем потери а почему продолжает расти но не типа идем здесь на каких-то не на 50 75 тысячах и на 100 тысячах какие-то эти у нас все еще он большой у нас все еще все отлично очень странные ивенты когда у нас на самом деле все нормально происходит о да это прекрасное дополнение для нашей армии думаю ну и кое-как по перебрасывали отлично и продолжаем нанимать новые войска так что сейчас еще и оттуда будут я думаю пора уже наконец таки взять себе генерала на пехоту он нам будет очень кстати боях и что смотрите с новыми резервами ты с новыми силами мы можем и наступать и наступать прекрасно отлично новыми резервами нашего наступления возобновляется как будто не было никаких временных неполадок скажем так это прекрасно здесь видите какие силы вырвались но они лишь закатлили сами себя скажем так потому что они себя уже они вот здесь вот уже отрезаны прекрасно эти силы также скорее всего будут отрезаны и вот они да нам слабую слабую танку дают и хорошую пехотную значит мы что делаем правильно используем отсюда только пехотная желательно если конечно есть командочки как сейчас то можно это это используется потому что любые потребляем всегда просто хороши и вот уже начинаются бои за город крайней мере за некоторые районы совсем скоро совсем скоро мы зайдем самые центральные самые важные районы кстати говоря там скорее всего должна быть промышленность советского союза я не очень уверен где что ну да видите здесь будет военные заводы это что мы подрывать их производства очень кстати и я думаю надо бежать к теме шторм потому что пока у нас есть инициатива пока у нас есть силы это призвать еще дополнительные силы и имеет пушить ну и конечно использовать все что здесь вот у нас имеется по максимуму нам нужно больше дивизий тут у нас будет команды ресурсом сможем еще все дополнительные ресурсы какие-то резервы призвать в октябре кстати говоря сможем еще мы кстати ликвидируем очень немаленькое количество советских войск то будет очень кстати на юге здесь немножко мы опять замедлились советы откуда-то взяли еще резервы можно сказать уничтожаешь одну армию они выставляют просто еще одно и так пока твоя армия не закончится но мы справимся вот уже пригород пошел здесь уже начинаются активные бои но мы но мы в нем успешно я думаю сталинград мы займем где-то за октябрь и что я могу сказать что на этом давайте подзакончим нашу вторую серию мы уже вот самим сталинградом советы за каждый метр сражаются очень жестоко мы начали нести реально потери но мы в то же время начали реально производить снаряжение и начали как-то эти потери потихоньку восполнять может быть сможем даже как бы ну минусов к плюсам но это вряд ли там уже как получится а с вами был в любом случае допгай обязательно подписывайтесь если вы еще друг не подписано восполняйте лайки и комментарии под этим видео визит скорбусте в описании всем до скорых встреч всем пока пока